Нокия X3 В комплекте с X3 ты получишь аккумулятор, сетевое зарядное устройство, наушники, USB-кабель, а также карту памяти 2 ГБ. Комплектные наушники хорошего качества, чего, впрочем, и следовало ожидать от музыкального мобильника. Кстати, в нашем магазине проходит акция, благодаря которой ты можешь получить большой набор бонусов и подарков. Так, мы заменим карту памяти 2 ГБ на флешку от 4 до 16 ГБ. А еще установим в телефон множество программ и игр. И это далеко не все. Чтобы узнать подробности, звони по номеру, который видишь на экране, или заходи на сайт video-shopper.ru. Даже беглого взгляда на X3 достаточно, чтобы понять, что он типичный представитель серии Express Music. Пестрые элементы дизайна, которыми украшена передняя сторона телефона, говорят сами за себя. В нашем обзоре представлен черно-красный вариант расцветки. Однако, в данный момент доступны еще серый и голубой цвета. Как уже говорилось, Nokia X3 – это слайдер. Выдвижной механизм сделан качественно, без люфта, им приятно пользоваться. Нельзя сказать, что это лучшее решение из того, что я видел за последнее время. Однако, для такого ценового диапазона, к которому относится X3, он вполне подходит. На самом деле, X3 довольно компактный, телефон хорошо лежит в руке. Хотя, на мой вкус, есть в нем что-то игрушечное. Мобильник оснащен 2,2-дюймовым экраном цветностью 262 тысячи цветов и разрешением 240 на 320 пикселей. Ничего особенного дисплей из себя не представляет. Сегодня на рынке доступны более совершенные решения. На солнце экран ведет себя неплохо, оставаясь читабельным. Так как экран у X3 не сенсорный, телефон оснащен полным комплектом обычных кнопок управления. Сразу под дисплеем находим блок клавиш, отвечающих за навигацию в меню, а также прием и отключение вызова. Слева ты можешь видеть три кнопки управления плеером. Основная клавиатура напоминает мне Motorola Razer V3 – такие же плоские широкие кнопки. В целом она довольно удобная, хотя и не идеальная. На правой боковой грани находим клавиши регулировки громкости и активации камеры. Слева обнаруживается слот для карты памяти. Я протестировал телефон с флешками до 16 ГБ. Никаких проблем при этом замечено не было. На верхней грани расположены microUSB-порт, 3,5-мм гнездо наушников и оригинальный nokievский разъем зарядки. При этом заряжать X3 можно в том числе и через microUSB. На задней панели можно видеть 3,2-мегапиксельную камеру без вспышки. В целом качество сборки высокое. Лично мне не нравится только то, что пластинка управляющих кнопок под экраном немного поскрипывает. В остальном все отлично. Части слайдера не шатаются относительно друг друга. В корпусе нет ни щелей, ни люфта. Задняя крышка сидит очень плотно. Сняв ее, находим литий-ионный аккумулятор BL4CT емкостью 860 мАч. В режиме ожидания телефон способен проработать до 300 часов. В режиме разговора до 4 часов. В режиме проигрывания музыки около 26 часов. В итоге, в зависимости от того, как ты будешь использовать его, Nokia X3 продержится на одном заряде 2-3 дня. Теперь включим мобильник. X3 основан на 40-й платформе Nokia. Проще говоря, перед нами обычный телефон, а не смартфон. Ты можешь настроить его рабочий стол под себя, разместив тут наиболее востребованные приложения и функции. Главное меню довольно простое и удобное. Оно не перегружено дополнительными функциями, так что ориентироваться в нем легко даже для тех, у кого раньше никогда не было Nokia. Помимо стандартных телефонных возможностей, здесь можно найти фото-видеокамеру, FM-радио, Bluetooth, диктофон, а также аудио-видеоплеер. Ни Wi-Fi, ни 3G, ни GPS-передатчиков в Nokia X3 нет. Таким образом, придется смириться с достаточно вялой по современным меркам скоростью передачи данных, которую обеспечивает технология Edge. Я не могу сказать, что интернет-серфинг на 2,2-дюймовом несенсорном экране может кого-то сегодня впечатлить. Тем более, что родной Nokia-вский браузер – решение далеко не лучшее на сегодняшний день. Однако, производитель дополнительно установил в X3 интернет-браузер Opera Mini, признанный одним из лучших на рынке мобильных платформ. Это отчасти компенсирует недостатки родной программы. Среди других предустановленных приложений назвать стоит фирменные навигационные карты Nokia OviMaps, программу для обеспечения в социальной сети Facebook и набор из семи простых игр. Да уж, не густо. Однако, если ты купишь X3 в нашем магазине, мы бесплатно установим в него большой набор дополнительных полезных приложений. Вот лишь некоторые из них. Навигация Яндекс.Пробки, которая будет автоматически информировать тебя о ситуации на дорогах, пробках, авариях и так далее, а также позволит буквально за минуту найти любой нужный адрес. Программа прогноза погоды, информирующая обо всех изменениях климата на ближайшую неделю. Интерактивная карта метро, способная в мгновение око рассчитать наилучший маршрут от одной станции до другой. Простая и удобная ICQ для общения с друзьями по всему миру. Читалка книг, благодаря которой ты сможешь читать везде, где бы ты ни был. Помимо программ, в твой новый телефон будут предустановлены увлекательные игры. Всего более 30 отличных игрушек на все случаи жизни. Теперь давай протестируем звук. Несмотря на то, что Nokia X3 новинка в серии музыкальных телефонов, он оборудован классическим аудиоплеером, хорошо знакомым нам по другим телефонам на 40-й платформе. Песни в плеере могут быть сортированы по соответствующим плейлистам, исполнителям и жанрам. Присутствует настраиваемый эквалайзер. В целом, интерфейс плеера простой и интуитивно понятный. Хотя, разумеется, нам куда важнее качество музыки, которое он способен выдавать. И я должен сказать, что даже со стандартными наушниками X3 играет очень и очень неплохо. Для большинства пользователей его качества будет вполне достаточно, чтобы навсегда расстаться с отдельным MP3-плеером. Интересной особенностью X3 является тот факт, что встроенный в него радиоприемник может работать без подключенных наушников. Сегодня такая возможность – большая редкость для телефонов, и лично я рассматриваю ее как серьезный плюс. Теперь послушаем динамик. Итак, громкость X3 немного выше среднего, качество звука высокое, вибросигнал средний. Эту Нокия ты услышишь практически в любой ситуации. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Встроенный в X3 видеоплеер способен проигрывать видео, закодированное в MP4, H263 и H264. Качество ты можешь прямо сейчас оценить сам. Разумеется, смотреть фильмы на относительно небольшом экране этого мобильника – сомнительное удовольствие. Однако, некоторым пользователям такая функция пригодится. Прежде чем загружать фильмы в телефон, их необходимо конвертировать, ужимая до приемлемого разрешения. Наилучший компромисс между качеством и производительностью дает разрешение 240 на 320 пикселей и битрейт 512 кбит в секунду. Если ты купишь X3 в магазине video-shopper.ru, вместе с ним ты получишь специальную программу-видеоконвертер, благодаря которой сможешь сразу загрузить в телефон свои любимые фильмы. Nokia X3 оснащен 3,2-мегапиксельной камерой без вспышки. Ее интерфейс так же прост, как и в других телефонах 40-й платформы. Качество фотографий, независимо от освещения, достаточно низкое, хотя цвета при этом передаются реалистично. С примерами снимков, которые я сделал во время тестирования, ты можешь познакомиться прямо сейчас. Максимальное разрешение видеосъемки составляет 320 на 240 пикселей. Имей в виду, что наш курьер не только привезет Nokia X3 тебе, но и проконсультирует по его работе, а также проверит в твоем присутствии. В том случае, если этот телефон не понравится тебе в течение 20 дней, мы вернем тебе деньги за один день по первому требованию без скандалов, нервотрепки и экспертиз. В нашем магазине прямо сейчас проходит акция, благодаря которой ты можешь получить большой набор бонусов и подарков. Так, мы заменим карту памяти 2 гигабайта на флешку от 4 до 16 гигабайт, а еще установим в телефон множество программ и игр. И это далеко не все. Чтобы узнать подробности, звоните по телефону, который видите на экране, или заходите на сайт video-shopper.ru Подведем итог. На мой взгляд, Nokia X3 нельзя назвать лучшим предложением на рынке музыкальных телефонов сегодня. Его главные недостатки – это не слишком качественный экран, слабая камера и отсутствие Wi-Fi. С другой стороны, в плане качества звука он демонстрирует хорошие результаты. К тому же, может похвастаться хорошим качеством сборки, простым и понятным интерфейсом и FM-радиоприемником, способным работать без подключения наушников. Как обычно, решение остается за тобой. Прямо сейчас в нашем магазине video-shopper.ru проходит выгодная акция для всех покупателей этого телефона. Не упустите ее. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова